Добрый день, уважаемые посетители информационного портала Управда.ру. Это программа «100 вопросов», и сегодня мы в гостях у председателя Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я задам вам 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутыми, так и односложными. Вы готовы? Готов. Я знаю, Сергей Николаевич, что сейчас вы обсуждали с Анатолием Александровичем Бакаевым итоги весенней сессии. Скажите, пожалуйста, какая из принятых законодательных инициатив, на ваш взгляд, самая нужная? В эту сессию? Ну, на мой взгляд, это декриминализация алкогольного рынка. Цена вопроса очень большая, 170 миллиардов рублей потерь. И я думаю, что нам благодаря этому закону удастся вернуть из тени, а как раз и вернуть доходы в федеральный бюджет и региональный бюджет, потому что налоги как раз расщепляются на федеральном уровне и на региональный. И это принесет пользу и для укрепления региональных бюджетов, а самое главное, нанесет удар по алкогольной мафии, которая отравляет десятками тысяч людей со смертельным исходом. На мой взгляд, это самое главное. Ну, второе, по важности, это, конечно, закон против беспредела, который творился с микрофинансовыми организациями, это коллектора. Это я тоже принимал участие, потому что законодательное собрание обратилось ко мне с такой просьбой, законодательное собрание Ульяновской области, мои коллеги-земляки. И мы быстро написали такой закон, и он уже вступил в силу вот как раз вот в начале текущего года. Президент поддержал, подписал наш закон. На мой взгляд, вот это два ключевых в эту сессию. Хотя много других было интересных законов. Да, я помню, 77 вопросов на поездке. 77 законов было вот на поездке дня позавчера. Сейчас вы в отпуске, Сергей Михайлович? Да, я уже практически вот на двухнедельный отпуск рассчитываю, потому что уже 11 августа мне надо будет выехать в Мурманск. Там будем проводить с Челенингаровым международную конференцию по освоению Арктики. Россия там является лидирующим таким вот таким звеном в этой международной конференции. Поэтому я рассчитываю до 11 августа насладиться всеми прелестями Волги. Расскажите, какие у вас планы на отпуск? Планы какие? Вот я пока с супругой приехал, следующий эшелон – это дети, внуки, и нас будет 10 человек. Каждый из нас имеет свой спиннинг, поэтому со спиннингом будем ловить окуней, будем ловить жерехов. Это ваше основное хобби? Да, рыбалка, рыбалка. Это очень интересно. Рыбалка, а если удастся, на винтсерфинге походить, если будет хорошая погода, если будет хорошая… На Волге? Да, на Волге. Винтсерфинг. Сергей Николаевич, где ваш дом? Там, где вы родились или там, где вы сейчас работаете? Да, у меня родина там, где я родился и прожил первых 18 лет, а потом вот всю оставшуюся жизнь, она связана… Значит, вот две трети жизни связана с Ульяновском. Здесь сюда я приехал в 1977 году на строительство сначала вот завода «Искра» два года, а потом домостроительный комбинат 12 лет, строил жилищный комплекс, авиационно-промышленный комплекс. Поэтому все, что связано с авиастаром, с авиакомплексом, с жильем, это все мое родное. То есть дом ваш Ульяновск? Ульяновск, конечно. Как часто вы посещаете город? Я, первая же возможность, я сюда приезжаю. И не только на отчеты и на заседания законодательных собраний, поэтому любая командировка, связанная там, допустим, с темой развития авиации, или там, значит, ветхое аварийное жилье, или какие-то экологические проблемы, которые, значит, требуют участия федеральных законодательных органов власти, конечно, я с удовольствием приезжаю сюда, а не просто решить проблему какую-то, которая возникает, и без моего участия там не обойтись, да. Ну и просто приехать к близким, друзьям, к родственникам. А каким из ульяновских мест вы питаете особенно теплые чувства? В Ульяновске? В самом Ульяновске или... Или в регионе? Ну, в Ульяновске мне, конечно, все, что связано с авиастаром, это для меня дорого, потому что практически на моих глазах закладывался фундамент, формировался коллектив, формировалась новая современная технология гражданского авиастроения. Я очень рад, что не только губернатор и его команда, не только законодательные собрания, все депутаты законодательного собрания прониклись вот этой важностью, этой задачи, Ну и нас поддержал президент, я хорошо помню, когда он вступил еще в должность председателя правительства, в восьмом году, и он встречался с законодателями, и он спросил, какие вот пожелания будут вот новому составу правительства. И я тогда задал два однопорядковых вопроса. Первое. Было бы неплохо из Ульяновска, Ульяновского авиационно-промышленного комплекса превратить в завод широковзеляжных самолетов. Для этого надо выхватить, а тогда очень сильно китайцы интересовали силы 76-м в Ташкенте. Они даже профинансировали, по-моему, незастроенные фюзеляжи в объеме 240 миллионов долларов, 22 фюзеляжа. Я когда рассказал Путину об этом, о том, что вот сейчас уже положили, по сути, глаз на ташкентский завод китайцы, вот, и Ан-124, Руслан, это, по сути, все рабочие чертежи, технологи, да и сам генеральный конструктор Ан-124, Руслан, живет в Ульяновске, он работает в Волгоднепре. Когда я Путину рассказал, он говорит, я тебе обещаю, что мы этим вопросом займемся. Я очень рад, что президент выполнил эту просьбу, ИЛ-76 уже теперь не в Китае и не в Ташкенте, а у нас производится. Ну и с учетом того, что все-таки власти, вы знаете, позавчера киевские приняли решение о ликвидации Ан-ТК Антонов, легендарного, это бренд Украины, как могли бандеровцы пойти на это, я не знаю. Ну, собственно говоря, это как раз и к этому все и шло, и я не случайно этот вопрос в 2008 году предлагал рассмотреть Путину, и Путин, когда вот недавно мы встречались с Советом Палаты, я говорю, спасибо за Ташкент, на очереди Руслан. Он говорит, я этим занимаюсь, а я думаю, сейчас китайские власти нам помогут это ускорить. Поэтому я очень надеюсь, что Ульяновский завод «Авиастар» станет центром строительства широкофюзеляжных самолетов в мире. Не только в России, а в мире. И поэтому позиция и идея губернатора Морозова, что Ульяновск – это авиационная столица, это не просто какая-то профанация. Это очень серьезный такой подход. Очень важно, что губернатор не просто верит, а и делает все, чтобы Ульяновск был авиационной столицей. И это понимает не только президент, но и правительство, помогая нам в реализации этой идеи. Сергей Николаевич, вас называют электриком федерального уровня. Как вы к этому относитесь? Электриком федерального уровня? Ну, я не знаю. На самом деле, у меня вся жизнь как-то связана с энергетикой. В 1968 году я поступил в Ольский технологический техникум по специальности 0303 электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства. Закончил, работал. Я работал простым электриком, значит, электромонтажником, электроналадчиком. И, собственно говоря, когда приехал в Ульяновск, то я работал в пусконаладочной группе при строительстве завода «Искра». И моя была задача, чтобы стеклометаллический сплав по производству КТ-708, это выходные транзисторы, мощные транзисторы. Уже сейчас никто и не помнит, что такие были транзисторы. И микрокалькуляторы мы первые делали. Фрязина, а филиал был в Ульяновске. Поэтому вся моя работа была связана с энергетикой, с электрикой. И потом, когда уже я в Ульяновске поступил и закончил политехнический институт, и тоже по этой же специальности 0303, энергофаку исполнилось, кстати, в этом году 50 лет, я имею в виду энергофак политехнического института. Вот я очень был рад увидеть в этом году, вот в рамках вот этой весенней сессии, я сюда приезжал, с большим удовольствием приезжал, встречался со своими замельками, выпускниками, с преподавателями. Диплом я защищал, и руководителем был у меня дипломного проекта завкафедрой, магазинник Лев Теодорович. Слава Богу, он живой, мой учитель и руководитель дипломного проекта. Он, правда, уходил на некоторое время из политех и возглавлял Волговый термонтаж. Я в это время был главным энергетиком на строящемся ДСК-2, КПД-3 уже, завод крупной панели, дом строения номер 3, тогда был по титулу. А он возглавлял подрядную организацию, которая сдавала мне объект. Вот такая интересная фантасмагория произошла. В политехе у меня сети и подстанции, я любил сети и подстанции, причем сети, там очень много высшей математики, очень тонкие процессы. Мало кто знает о том, что в момент включения-выключения фидера, то есть при передаче электроэнергии, происходят очень мощные пусковые стартовые токи. И вот этот переходный период, который происходит за миллисекунды, важно, чтобы была на высоком уровне настроена токовая отсечка, аппаратура, автоматическое выключение резерва или включение линии. Это настолько увлекательная и тонкая вещь, настройка, чтобы за миллисекунды в случае короткого замыкания или несчастного случая, чтобы это произошло без потерь. Если задержка произойдет на одну долю секунды, то линия в миллиард рублей может просто сгореть, оборудование может просто сгореть. Поэтому в энергетике все важно делать вовремя, причем точно вовремя и с высшей математикой. У вас два образования, техническое и экономическое, насколько я знаю. Да, правильно. Какие из знаний помогают нам больше в сегодняшних реалиях? На самом деле в 2001 году, когда меня Совет Федерации избрал аудитором в счетные палаты, и в этой связи я вынужден был переехать из Ульяновского в Москву и работал 12,5 лет вместе с Пашиным Сергеем Вадимовичем в счетной палате. То первое, с чего я, когда пришел в счетную палату, Сергей Вадимовичем Пашин меня вызвал и говорит, какие проблемы? Я говорю, проблем нет никаких. Практический опыт формирования бюджета, как у председателя законодательного собрания Ульяновской области, у меня есть, но я думаю, что теоретических знаний мало. Я буду поступать в финансовую академию. И для меня было открытие, он в ответ сказал, давай записывайся в нашу группу, у нас вот пять аудиторов и сотрудников счетной палаты, мы специальная у нас группа, и Грязнова, Алла Григорьевна, ректор сама организовывает, значит, вот такой курс преподавания. Всего 36 предметов надо пройти в течение двух, как дополнительного образования, двух лет. Мы уже второй год учимся, поэтому я договорюсь с ректором, что ты включаешься в нашу группу, начинаешь со второго курса, но потом, как у тебя уже силы воли хватит, ты остаешься один и будешь по 16 последних предметов один учить. Я, конечно, с удовольствием и с большой радостью согласился к такому предложению, тут же записался, и получилась такая анекдотичная вещь. Моя старшая дочь из политеха перевелась в Москву и поступила в финансовую академию, и так, что я вместе с дочерью в одно и то же время учился в финансовой академии. И получилось так, что мы вместе и закончили, в одно и то же время. Кто учился успешнее? Ну, тут, я думаю, что... У кого красный диплом? Красного диплома нет, но у меня, значит, одна только четверка есть. А у дочери? У дочери больше четверки. Ну, есть куда расти. Сергей Николаевич, вы были аудитором счетной палаты. Да. Вы можете вспомнить самое громкое правонарушение того периода? Самое громкое? Ну, их было так несколько, но, наверное, какое вот самое такое, значит, на мой взгляд, резонансное такое дело? Это дело, связанное с метростроевцами. Это была просьба Собяина Сергея Семеновича. Он вступил в должность мэра города, и по его оперативной информации сложилось впечатление, что там очень много в метрострое, очень много нарушений. И он обратился в счетную палату, как руководитель субъекта федерации Москвы. Он обратился, чтобы мы провели внеплановую проверку. Это уже было в завершении года, и было очень сложно скорректировать план. Но Степашин Сергей Вадимович убедил коллегию, и поручили мне как можно быстрее проверить. И вот перед Новым годом, это был октябрь-ноябрь, я сделал проверку в течение там буквально трех недель. Направил вот по специальной программе контрольного мероприятия, которую я подготовил. И мы вскрыли 220 миллиардов рублей финансовых нарушений. Это, конечно, для меня было потрясение. Я не думал, что такое масштаб воровства, масштаб нарушений, злоупотреблений. Вы помните, после этой проверки была арестована большая группа лиц. Гаев был освобожден с должности руководителя метро. Ну и вторая, конечно, это проверка Московской области. В результате этой проверки, которую я проводил, министр финансов Кузнецов сбежал во Францию. Сейчас он арестован, задержан. Мы ждем экстрадиции, когда его вернут. Французы не отдают, к сожалению, почему-то. Но я думаю, что при новом президенте уже политика не будет преобладать над здравым смыслом и законом. Я думаю, что Кузнецова они вернут нам, потому что там объем воровства тоже приличный. Это не 220 миллиардов, а приблизительно 44 миллиарда рублей. Но для субъектов федерации, представьте, у нас бюджет в Ульяновской области меньше, чем Кузнецов своровал. Но он, правда, воровал не один, а вместе со своей супругой Булах. Булах-то в США сбежал, а он во Франции. США вообще не отдает ее, а французы хотя бы задержали его. Это вот второе такое очень мощное резонансное. Вы, наверное, слышали об этой проверке. Это вот тоже моя была проверка. Можно ли изобрести вакцину от коррупции? Вакцина от коррупции была изобретена товарищем Сталином. Иосифом 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 Иосифовичем. Вы на это намекаете, да? А вы? Нет, вы задали вопрос. Вакцина есть, но она бывает такая очень горькая и радикальная. А вот другого, к сожалению, пока ничего. Китайцы тоже пользуются вакциной. Там смертная казнь. Да. Но я просто хочу, чтобы было правильно понято в моем ответе. Наше законодательство тоже нужно сейчас совершенствовать. И к этому призывает и президент Путин. И, значит, есть обращение к федеральному собранию в послании к правительству и к правоохранительным органам. И, на мой взгляд, здесь какая вакцина? Сейчас надо консолидировать усилия всех правоохранительных органов. Все силовики должны сейчас сориентироваться. И не просто сориентироваться, а мобилизовать свои организационные, управленческие, структурные усилия на реализацию вот этого и установки президента. Ну, то, что происходит сейчас в Украине, это просто не описать. А какова коррупционная динамика в регионах? В российских регионах? Ну, там, где губернаторы ставят задачу борьбы с коррупцией как приоритетную задачу, то я знаю, что во многих регионах, где идет такая целенаправленная работа по декриминализации экономики, значит, по преодолению вот этих вот административных барьеров. Вот, кстати, не только декларирует об этом, но и постоянно призывает органы государственной власти Морозов сокращать барьеры. Ведь коррупция там, где, значит, разного рода разрешительные процедуры, согласование. Значит, ты ничего не можешь сделать, не открыть бизнес без этих вот, значит, вот согласований. Поэтому принцип одного окна. Пришел, человек захотел открыть свое дело, значит, он потратить должен не более двух часов для того, чтобы получить разрешительные дела, документы, вернее, лицензии, регистрации, два часа. Либо это на базе торгово-промышленной палаты, либо единого регистрационного центра. Вот к этому надо продвигаться. Я знаю, что у Морозова такая идея есть. Кстати, Собянин в Москве вот этой задачей занялся по полной программе. По полной программе. И дай бог, чтобы это... Надо выбивать почву у криминала вот в этой части, наживаться на инициативе, на социальной инициативе, на предпринимательской инициативе, на экономической инициативе. У нас народ талантливый, предприниматель, очень предприимчивый. И если вот дебюрократизировать вот этот процесс в экономике и в отношениях между государство, бизнес и власть, то тогда, я думаю, что мы выбьем почву у криминала. Сергей Михайлович, в каждой профессиональной сфере есть свои достижения. Создать лекарство от рака, стать учителем года. Что на сегодняшний день вы считаете своим самым высоким достижением профессиональным? Профессиональным? То, что мне удалось получить второе образование финансовое, экономическое, я финансист. То, что мои наработки, которые были в основе кандидатской и докторской, реализует правительство, я этим горжусь. А у меня была, я напомню, значит, тема, это эффективность расходования средств федерального бюджета через реализацию федеральных целевых программ. Когда я писал такую работу, у нас в России было 150 федеральных целевых программ. Они финансировались на 5, 6, 8 процентов. По сути, они были инструментом для размазывания, для неэффективного расходования средств. Ни одна здесь программа до конца не была реализована. И я боролся. Чтобы как-то побороться, надо было предложить правительству не просто эмоции, не просто какие-то там, значит, вот критику и замечания, но и предложить алгоритмы. Я предложил механизм государственных приоритетных задач. Вот. Тем более, мировая практика такая есть. Я не хочу возвращаться опять к Сталину, который ставил 5-6 задач каждый год, и он добивался реализации этих задач. Но такая же долгосрочная программа проектного управления, даже архитектура управления существует у американцев на 5, 10, 15, 25 и 50 лет. Это чтобы вот либералы сейчас не поперхнулись, значит, так, экономисты имеют. Я просто хочу сказать, что со времен нашего легендарного земляка Василия Леонтьева, который убедил Рузвельта, что выйти, когда Рузвельт пригласил нашего земляка, молодого экономиста, и говорит, как, что нужно делать? Он говорит, вы должны мобилизовать банки, корпорации и власть. Вот. Если вы не предпримете сейчас жесткую централизацию власти, то вы никогда не сумеете банковский капитал направить на модернизацию Локхеда, авиационных строительных компаний, отраслей нефтегазовой, значит, энергетической, транспорта. Никогда у вас этого не получится. Вы должны сейчас мобилизовать капитал, значит, промышленность, экономику и власть. И, собственно, это и сделано. И тогда появилась стратегия проектного управления. И вот, наконец-то, сейчас Путин, значит, заставляет правительство прийти к проектному управлению. Вот сейчас уже в этом году появилось проектное финансирование. Даже в прошлом году, это было в 16-м году, вы как помните, 48 миллиардов, знаете, это, конечно, маленькая сумма. Из 16 триллионов расходов в федеральный бюджет 48 миллиардов, это, конечно, мало. Но это уже важно, что президент, значит, ориентирует исполнительные органы власти на проектное финансирование. Цель, задача, сроки и, значит, вот кто из... Да, вот такую задачу надо ставить и добиваться результата. Сергей Николаевич, расскажите, как проходит обычный, типичный день представителя Совета Федерации, в вашем числе? Ну, если исключить командировки, многочисленные командировки. Вот я сейчас готовлюсь в Мурманск, там будет арктический форум проходить, чтобы весь мир понимал, что, значит, в 90-х годах мы там по глупости как-то посчитали, что Арктика — это 55-й вопрос. Нет, на самом деле Арктика — это первый вопрос в стратегическом перечне, поэтому я буду... Таких командировок очень много. Вот я был совсем недавно в Липецке, там, значит, мы смотрели, как уничтожается изъятое из криминальной экономики производство крепкого алкоголя, там, спирта и так далее. То есть... Ну, что за вашими командировками? И все-таки типичный день. А типичный день, значит, я приезжаю, обязательно, значит, рассматриваю почту, которая поступила в течение суток. Мне обязательно надо будет расписать эту почту, дать поручение. У меня аппарат в комитете не очень большой, 23 человека, и каждый загружен по полной программе, и поэтому мне надо расписать, чтобы был без проволочек все входящие документы, поручения не только председателя Совета Федерации, но есть и обращение правительства, отраслевых министерств, граждан. Вот это первое. Почта. Дать поручения распорядительные, такие функции. Второе, значит, не забывать о том, что есть прямые поручения в мой адрес, там, допустим, каких-то... Подготовить законодательных инициатив или предложений. То есть я сам еще этим занимаюсь. Третье, обязательно подготовка на заседание комитета. Вот у меня последнее заседание комитета было 23 вопроса. Это надо по каждому вопросу погрузиться. Надо быть готовым к дискуссии, к опонированию, к, значит, комментариям, значит, защитить какие-то свои позиции, убедить правительство, что вот в этом законе вы неправильно формулируете, значит, предложение инструментария. То есть это такая рутина, она каждодневная, она занимает очень много времени, но и чтобы получить качественный закон, чтобы он работал, чтобы он был не пустым, не работающим, а эффективным, чтобы он, например, пользуя регионам, людям, значит, надо, конечно, вникать в этот закон. Это, конечно, это рутина, очень такая сложная, трудоемкая работа, но и надо заниматься. Находите ли вы плодотворным сотрудничество Совета Федерации с Ульяновской области? Да, да, я считаю, что нам удалось по итогу вот этой сессии, весенней сессии, реализовать целый ряд инициатив Ульяновской области, и в том числе вступил в силу закон по борьбе с преступными коллекторами, да. Коллекторская деятельность во всем мире, и она существует, я говорю о законной, о незаконной, точнее, когда просто криминал овладел этой функцией. То есть государство, вот сортинг, то есть доверительное управление отдало как бы вот каким-то структурам, а какие-то эти структуры казалось криминалом. Я уж не знаю, была по этому поводу сходка воровская или не была, но удивительным образом, значит, функция коллекторской деятельности взял под себя криминал. И по Ульяновской области это очень так сильно проявилось, когда чудовищные случаи, когда там бутылкой бросили, значит, форточку, там ребенок пострадал и так далее. Поэтому была последняя капля, поэтому я поддержал, не просто поддержал инициативу в законодательном собрании Ульяновской области губернатора, но и стал автором этого закона. Очень важно, чтобы правительство в течение двух недель согласовало нам, взяло положительное заключение на наш закон, а президент подписал быстро. Он вступил в этом году, это очень, я считаю, это очень важно. По орфанам заболеваниям, это очень важный момент, орфанные заболевания, редкие заболевания, особенно у детей, но не в состоянии субъекта Федерации вытянуть, когда лекарство стоит там 40 миллионов, бывает 50 миллионов на одного ребенка. И получается, что 50, это выглядит, может быть, кощуцами, но это даже и неправильно, потому что больных-то много, несколько тысяч, а получается, что эти лекарства только на одного человека. Это несправедливо, что мандат финансирования на орфанные, редкие заболевания, передали в субъекты Федерации, и поэтому органы государственной власти Ульяновской области безобили и тревогу, нельзя этого делать. Нас поддержал Валентин Иван Матвиенко, и, по сути, с этого года мы внесли инициативу, и очень большой перечень вот этих редких заболеваний сейчас по финансированию ушли на мандат федерального бюджета. Сергей Николаевич, как вы оцениваете работу губернатора Ульяновской области? Я думаю, что очень справедливо, что президент и председатель правительства Российской Федерации Морозова Сергея Ивановича ставят в пример с точки зрения инвестиционной активности, привлекательности, создания условий для дебюрократизации экономики, создания привлекательных условий. Вот совсем недавно проходило в Карелии совещание было по стратегическим инициативам. Мне очень приятно, что нашу область руководителя региона приводит в пример в качестве, значит, вот... Я очень выкладывал у себя ВКонтакте пост. А у вас есть странички в соцсетях? У меня есть странички в соцсетях, но я смотрел прямой репортаж, когда президент вел этот совет, когда руководитель, исполнительный директор этого совета приводил в пример Ульяновской области. Это не просто приятно, это очень важно. Мы входим в пятерку самых инвестиционно привлекательных регионов, поэтому очень большой интерес к нашей территории. Мы об этом мечтали давно, мы помните тогда, Чия Владимир Тигранович был такой заместитель губернатора Ульяновской области, мы с ним вдвоем первыми создали инвестиционный атлас. Это было такое 25 лет, это было такое ноу-хау, значит, мы все потом к нам все приезжали, смотрели. Но это была такая, первые шаги, первые шаги. А потом Морозов не просто подхватил, а реализовал, и сейчас инвестиционный атлас, это не просто какая-то там, значит, бирка или там лейбл, да, Ульяновская область. Это реально работающий инструмент. И это радует. Сергей Николаевич, вы служили в армии на Байконуре. Да. Что дала вам армия и близость к космосу? Ну, я часто вспоминаю, очень хорошо вспоминаю, почему? Потому что так получилось, что я сначала служил в учебном полку, учебный полк находился в Астраханской области, Капустин-Яр. Это первый космодром, на котором Королев испытывал первые ракеты свои. Он сейчас, до сих пор это существует, космодром, испытывает там боевые, значит, запуски, боевые ракеты с Капустиного Яра. Он так называется, Капустин-Яр, Астраханской области, Капустин-Копьяр, как у нас, тех, кто связан с космосом. Ну, и я там, пройдя 4 месяца теоретической подготовки, потом 2 месяца был на учебной точке в Красноярском крае, Красноярск-66, там палатка, как положено, значит, под снегом. Вот, наша была задача, такая утилитарная задача, обвязать 3 стартовых точки кабелем, 25 километров кабель. И мы эту задачу за полтора месяца выполнили. Вот, для солдата, значит, невыполним задач нет, но это было жесточайшее испытание, жесточайшее, значит, в мороз, в слякоть, значит, вот на скальном грунте проложить кабель на глубине 8 сантиметров. Вот, после этого испытания в Алмате нас расформировали, нашу роту, и вот, и мне повезло. Кто-то в ПО Подмосковье, кто-то, значит, в Новосибирске ПВО, кто-то остался в Талдыкургане, под Алматой, а мне вот, в Тюратам, да, и вот я там полтора года. Я возглавлял подразделение, которое обслуживало силовое оборудование старого гагаринского старта, двоечка. Двоечка. Жили мы на девятой площадке, а ездили вот туда. Поэтому это, конечно, экстримы, из снега приехать туда в жару, значит, так, в жара 35 градусов, вот, приехать в Залардинскую область, причем привезли нас тогда, режим секретности был, и очень было сложно. Арт-секретность у нас тогда, когда был реализован, вот, я, собственно, готовил это с точки зрения электросилового оборудования, стартового оборудования, это вот Союз Аполлон, это вот при мне было в 95-м году, то есть в 75-м году, вот, значит, за это получил я поощрение 10 дней отпуска, так что я вот принимал часть. Конечно, это незабываемость традиции, это сформировало характер, значит, научило, как добивать целей, задач в любых обстановках, потом не выполнить приказ, когда на контроле этот приказ стоит не только твоего командира роты или полка, но и на контроле высшего руководства страны, потому что что такое Союз Аполлон? Это проект, который контролировал лично первое лицо государства. Так что вот мне повезло вот молодым парнем, там, в 18-19 лет участвовать в таких масштабных проектах. Конечно, это закаливает, это мобилизует, это на всю жизнь, это такой, как бы вот такая путевка на всю жизнь. Вы верите в гороскопы? Нет, я, честно говоря, не увлекаюсь вот этими делами, хотя у меня жена, он читает, она как-то, значит, вот, на это, к этому относится очень так... Внимательнее. Внимательнее, да. Сергей Николаевич, какое качество вы считаете самым главным в мужчине? Порядочность и надежность. Все остальное... Какое следование присутствует у вас? Ну, я стараюсь следовать по жизни. Так отец меня научил в свое время, я стараюсь... Это приоритетно во всех отношениях, и в работе, и в семье, и в дружбе со своими одноклассниками, друзьями детства, там, так далее. Я придерживаюсь. Вас называют самым интеллигентным спикером ЗАГСа Брани. Интеллигентность — это врожденное или приобретенное качество? Нет, трудно сказать, что это. Конечно, приобретенное. Мне повезло с учителями, я хорошо помню свою воспитательницу Клавдию Васильевну, которая в садике. Она фронтовичка, я ее помню до сих пор. Вот она мне иногда даже снится. Прошло уже 60 лет, но я хорошо ее помню. Я помню всех учителей своих, хорошо помню. Это были удивительные люди. Очень. Качалова Марья Ивановна, ее муж, тоже преподаватель у нас, значит, труд преподавала. Она литературу, историю. Это удивительные люди, я их хорошо помню. Я даже магазинника хорошо сейчас помню. Это же тоже интеллигентный человек, завкафедра энергетики политеха. Мне повезло с учителями. Я уж не говорю о том, что мне уже надоискают, чего стоит личность Аникеева, Юрия Борисовича. Потом он стал почетным гражданином. Они в 52. И в Искребцев, который был директором строящегося завода, это тоже учитель. Уже не в школе, не в ВУЗе, а на производстве. Мне повезло. То есть после учебы, вот мне жизнь повезла еще и с руководителями. И тот, и другой сгорели, что называется, на производстве 52 года, ушли из жизни. Но мне-то было тогда всего 25 лет, им там 50. Но я от них столько. Вот целеустремленность, обязательность. Причем это такие настолько уверенные в себе, в правоте своего дела были люди. Например, Аникеев, он никогда не кричал, никогда не повышал голос. Он никогда не ругался матом. Но ему нельзя было не отказать или не выполнить. Он мог сказать, Сергей Николаевич, вы меня разочаровали. Это убийство. Если такое услышать, это все. Ты потом всю ночь не спишь. А вы позволяете себе эмоции, Сергей Николаевич? А я иногда позволяю. Я, к сожалению, иногда взрываюсь. Когда уже, значит, просто кощунство или там просто такое, значит, вот... Что-то возмутительное. Ну да. У вас есть внуки, Сергей Николаевич? Конечно. Насколько активно вы участвуете в их воспитании? Да, вот сейчас, вот сейчас буду активно участвовать. Я жду, когда они приедут. Они едут рыбалку. Это их добровольный выбор. Да, у каждого свой спиннинг. Они с удовольствием... Они мечтают, они ждут, когда наступит лето. Вот сейчас я уехал, они... Дед, мы в субботу приедем. Ты спиннинги подготовишь? Я, конечно, подготовлю. Ты имей в виду, у меня третий крючок. Вот он разогнулся. Его надо обязательно... То есть внук уже, значит, знает, знает, что третий крючок разогнутый. Вот я сейчас буду ремонтировать его. Меня очень миляет фотографии крупных политиков с животными. Путин с собакой, например. У вас есть домашние животные? Да, значит, у нас были собаки. Вот они постарели. Сейчас одна собака. Было аж семь собак. Жена у меня, она не любит, когда бросают собаку. Она вот, значит, там подбирает их. Вот было семь собачек. Сейчас вот осталась одна. Чао-чао. Ну, уже такой возрастной, уже очень плохо ходит. Мы так все переживаем за него. Так что есть домашние животные такие. Но моя жена, вот, находясь в Подмосковье, живем в Подмосковье, она увлеклась сейчас, значит, домашними такими животными. У нее есть курочки, у нее есть индюки, у нее есть кролики. У вас целое хозяйство. Да. И даже казах. Какие смены вы просто смотрите? Я в обязательном порядке смотрю программу новостей, значит, ну, вот время смотрю обязательно, восьмичасовой иногда, если успеваю вернуться с работы. Ну, я, как правило, приезжаю к девяти, возвращаюсь домой. Не застаю ни семичасовой, ни восьмичасовой. Я смотрю вот программу «Время». Ну, и иногда, вернее, не иногда, часто смотрю «Воскресный вечер» Соловьева, потому что там очень много моих друзей. Олег Морозов, это мой друг, ну, и Калашников, и другие. То есть те эксперты, которые бывают у Соловьева, я стараюсь туда не ходить, потому что я... А часто приглашают? Приглашают часто. Ну, один раз я все-таки не удержался, пошел, потому что мы вместе с коллегой Макаровым, моим коллегой, я имею в виду представителем комитета по бюджету и финансовым рынкам Государственной Думы. Вернее, там комитет по-другому называется. Это у нас по бюджету и финансовым рынкам, а в Государственной Думе он по бюджету и налогам. Вот, мы были там, значит, с Макаром вместе. Ну, я стараюсь избегать вот прямых эфиров. Мне кажется, что нужно больше работать вот с такой, что называется, в рабочей постановке. Если я правильно поняла, вы приверженец классических СМИ, телевизор, возможно, газеты, но сейчас все уходят в сеть. Какие вы видите будущие классических СМИ? Я думаю, что, несмотря на бурное развитие вот социальных сетей, интернета, значит, других вот инструментов электронной коммуникации, все-таки ключевым будет это прямая речь, прямое обращение. Вот, это очень важно, интерактивная такая связь. Все-таки, хотя я знаю, что подавляет электронные коммуникации и книгу, и иные формы коммуникации. Какую книгу вы читаете сейчас или прочитали? Я сейчас с собой взял, в отпуск взял Салтыкова-Щедрина, хочу Пашхонскую историю прочитать. Это классика. Во-первых, это удивительный человек, прошедший работу в органах государственной власти. Он же был губернатором, он же не просто был чиновник. Там высокого ранга, он еще и прошедший детство у своей матушки, прообраз, который там, значит, появился уже там в классической литературе. И детство интересное там, и самое главное, потом еще и такой производственный профессиональный опыт. Я думаю, что вот Салтыкова-Щедрина, Пашхонскую сторону, надо прочитать всем губернаторам, всем председателям законодательных собраний, всем министрам, всем, кто причастен к власти. Когда читаешь в школе или там в институте, это одно. А когда сейчас читаешь, просто ее по-новому открываешь. Поэтому я решил взять вот между рыбалкой и буду читать Салтыкова. А историю одного города не хотите рекомендовать? Я думаю, тоже надо. Скажите, пожалуйста, пошли ли по вашим политическим стопам дети? Нет. И слава богу, что они не пошли. Две дочери у меня, они сейчас занимаются воспитанием своих детей, и они отдаются это на 100%. Я понимаю, насколько это сложно в нынешних условиях. Мы всячески помогаем. Значит, три внука, одна внучка, четыре внука, поэтому они сейчас занимаются формированием. Ну, я думаю, что еще у них впереди все, потому что им еще нет сорока лет. Я думаю, еще они сумеют реализовать, поставить на ноги сейчас вот такой... А если они захотят пойти в политику, вы поддержите или отговорите? Нет, я не буду отговорить. Вот я сторонник все-таки самостоятельного принятия решения. Они хорошо осведомлены, чем я занимаюсь. Они отслеживают все мои публикации, выступления. Они переживают, если, допустим, какая-то там, значит, вот агрессия, значит, в отношении СМИ против меня. Ну, это очевидно. Вот я, например, сейчас начал бороться с алкогольной мафией, я понимал, что будет реакция, жесткая реакция. И поэтому они переживают, дети переживают, и они понимают, что если они пойдут в политику, то политика, она же ведь это такое минное поле, по которому надо пройти, достойно пройти, вот, а не проползти, а пройти очень достойно с высоко поднятой головой. Сергей Николаевич, что для вас счастье? Счастье, когда здоровые и счастливые дети, когда близкие не болеют, а, значит, жизнерадостные, наверное, это вот самое главное. Когда нет угрозы для твоих близких, ну и для страны, в которых ты живешь. Я желаю вам огромного счастья, Сергей Николаевич. Спасибо вам огромное, что согласились стать героями программы «100 вопросов» и за бесконечно содержательный, интересный и позитивный диалог. Мне остается сделать только селфи с вами, я надеюсь, вы мне не откажете. Ну, хорошо, спасибо. Ну, а с вами, дорогие зрители, увидимся на информационном портале управда.ру. Редактор субтитров А.Семкин